Уже не раз в сюжетах телекомпании «Круг» мы поднимали тему состояния внутриквартальных проездов. Увы, для Одесс это уже классический случай. Если на центральных улицах власти пытаются хотя бы делать потемкинские деревни, то во дворах, во внутриквартальных проездах ничего не меняется. Например, такая же ситуация на улице Довженко в районе Шампанского переулка и Французского бульвара. Мы побывали там и убедились, ремонтировать дорожное покрытие нужно. Причем делать это нужно было уже вчера. Наши собеседники, работодатели коммунальщиков и чиновников, которые сидят сейчас в кабинетах на Думской площади, рассказывают. Да, обращались, просили, требовали. Обратите внимание на состояние наших внутриквартальных проездов. Увы, как об стенку горохом. Реакции ноль. Писали, все, и ничего не помогало. Вот один был у нас заведующий ЖЭКом, он нам пообещал и сам смылся и все. Я не знаю, или его убрали, или как. И он просто обманул нас, что он здесь вот сделает. Один раз пришел на смех, вот было такое. Пришел с ЖЭКа человек с ведерком и с кельмой. Говорит, где тут дорогу заделать? Я говорю, вы что? Какая дорога с кельмой? Это разве можно с ведром и с кельмой заделать тут эту дорогу? Жалуются на состояние дорожного покрытия не только люди с ограниченными возможностями. Те, кто за рулем, пытаются лишний раз не испытывать на прочность ходовую своих железных коней. Яму приходится объезжать, и это если получится. Потому что, когда на дороге яма на яме, особо не поманеврируешь. Дорога ужасная, днищем цепляюсь на заезде. Ходовая убивается. Хотелось бы, конечно, ровную. А что, кто-то вообще приезжал, что-то не мерил, никто ничего там обещали? Обещали, да, но никто не приезжал, никто ничего не делал. Сказали, сделают. И давно сказали? Ну, год назад где-то, да. В этих домах живут инвалиды-колясочники. Они рассказывают, если при хорошей погоде еще худо-бедно и удается ездить по местным дворикам, то, когда идет дождь или снег, пиши пропало. На улице лучше просто не выходить. Ни до аптеки, ни до продуктового магазина без посторонней помощи добраться просто нельзя. При нынешней власти, как говорится, вообще никто ничего. Никто ничего. Почему? Потому что уже люди там отчаялись, там ложат туда кирпичи, землей замазывают. Ну, все-таки, ну, пылюка, просто пылюка там. Проехать в машине трудно, она там капотом задевает. А когда дождь, там вообще пройти невозможно, потому что, ну, чуть ли не по колено воды. Вот. Вот такие дела. Люди на колясках. И мы ездим, обезжаем все ямы по ямам. Колеса не выдерживают наши. А нам коляски даются за свои деньги. А вообще кто-то приезжал, хоть мерил что-то? Никто, никаких изменений нет. Нету, нету, никто там во дворе асфальт положили, там во дворе положили, а хоть ямы, хоть одну-две лопаты бросить асфальт, чтобы колясочники могли ехать. Не можем. Проблема этой улицы заключается в том, что она находится далеко от маршрутов власть придержащих, и людям до сих пор приходится терпеть неудобства. Остается только надеяться на очередную предвыборную кампанию, что кто-то из потенциальных депутатов попиарится и хоть таким образом решится проблема местных жителей. Правда, надежды на это все меньше. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.